Все говорят, коралловый клуб, коралловый клуб. Что ты все делаешь в этом коралловом клубе? Что ты все туда ходишь? Я живу уже 13 лет благодаря концепции кораллового клуба. В 33 года медицина официально меня списала и не дала мне шансов. Сказала, что мне уже не могут помочь. И вот однажды я встретилась с красивой женщиной, которая мне рассказала о коралловом клубе. Я узнала там очень ценную информацию, как восстановить свое здоровье. И я поверила в это и пришла в клуб. Мне повезло, что я очень любила в детстве читать сказки. И когда мне сказали, что здесь есть живая вода, которая меня может оживить, я просто стала ее пить и стала делать все, что мне говорила врач. Я просто хотела жить. У меня не было другого выхода, как поменять продукт. Знаешь, так хочется жить. Наслаждаться восходом багряны. Жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Позже я узнала о концепции здоровья. И сама уже стала рассказывать людям, проводить презентации. Но, если честно, я до конца сама еще не верила в продукт, так как была очень сильная интоксикация и серьезные еще проблемы со спиной, шейным отделом. Не было кровоснабжения в головной мозг. И сосуды были очень забиты. Так как в свое время очень много курила и вела нездоровый образ жизни. И то, что я узнала в клубе, этому не учат детей в школах. Это вообще нигде не преподают. Но, благодаря этой информации, любой человек, который хочет жить, независимо от возраста, социального положения, если он хотя бы возьмет 10% этой информации, он продлит свою жизнь на долгие годы. Простая физиология. Человек – это саморегулирующая система. Человек состоит из 12 систем организма, системы – из органов. Органы состоят из тканей. Все ткани состоят из клеток. Это мы еще изучали в школе в пятом классе на уроках биологии. Вся наша медицина занимается лечением органов, тканей, систем и не рассматривает нас как целостный организм. И она ведет от одного диагноза к другому. И так до бесконечности. И вас держит в зоне болезни со знаком минус. Мы же в караун-клубе говорим о здоровье уже более 18 лет. И мы говорим, что мы не занимаемся лечением, а занимаемся сохранением и восстановлением здоровья. И обучаем людей, что диагнозов нету. И если не лечиться, а заниматься своим здоровьем, то вы можете перейти из зоны болезни в зону жизни и здоровья со знаком плюс. Я рассказываю и начинаю говорить о том, что клетка – это королева нашего организма. Мы работаем на клеточном уровне. И если этот механизм работает, клетки умирают, клетки рождаются. И этот процесс называется регенерацией клеток. И от этого процесса зависит здоровье человека. И для того, чтобы организм работал как часы, необходимо соблюдать всего три параметра. Это живая еда, живая вода и чистая среда. И что же такое живая еда для нашего организма? Оказывается, наши клетки не едят того, что мы с вами едим картошку, гречку, кукурузу, рыбу, мясо и так далее, икру красную. Им все это чуждо. Для клетки шведский стол – это 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витамин, 7 групповых ферментов и 3 поленасыщенных жирных кислот. И все это должно поступать в клетку каждый день. Если у нас родился ребенок, и мы его не кормим питательными веществами, то что будет с этим ребенком? Что из него вырастет? И чтобы такое не происходило с нашими клетками, нужно кормить их каждый день. И это все можно купить. В настоящий момент это не проблема, только вопрос качества и цены. Но об этом мы сегодня не говорим. И если даже это все человек купит и съест, но в организме не будет той воды, которая это питание занесет в клетку, то считается, что 95% того, что вы съели, вы спустили просто в унитаз. Для того, чтобы все это питание попало в клетку, нужна вода, био или биодоступная вода. Какими же параметрами должна обладать живая вода? Первый параметр это структура воды. Вода записывает структуру. Все слышали, что с врагом нельзя пить чай. И от того, какая структура у воды, зависит наше здоровье. Вода может нести информацию как о болезни короткой жизни, так и о здоровье и о долгой жизни. Есть очень много интересных фильмов и роликов в интернете. Второй параметр это PH. Этот показатель отвечает за качество нашего здоровья. Коротко. Возьмем шкалу. Нарисуем от 1 до 14. Единица это кислота, 14 щелочь, 7 нейтраль. PH 7,45 и 7,55 являются нормальными для нашей околоклеточной жидкости. И при таком PH наши клетки чувствуют себя просто великолепно. Как только PH крови опускается до показателя 7,1, то наступает мгновенная смерть. И на сегодняшний день эти процессы сильно участились. Кожа имеет PH 5,5 и получается кожа это орган выделения и все кислоты выделяются через нее. При PH 2,5 умирает все живое на земле. Цифра 3 меня поразила больше всего, так как PH 3 имеет такие продукты как белая мука, белый рафинированный сахар, уксус, любые газированные напитки. То есть получается мы это едим каждый день и мы сами себе роем ложкой и вилкой могилу. Мы закисляемся и находимся в зоне смерти и организм делает все возможное чтобы нас перевести в зону жизни. А почему? А потому что только при PH 7,5 рождаются здоровые клетки а соответственно правильно функционируют наши органы. Кока-кола имеет PH 2,6 а это зона смерти и соответственно вопрос почему тогда человек не умирает и вся молодежь пьет Кока-колу все это видят сплошь и рядом. Я нашла ответ потому что в организме существует 4 щелочных металла это кальций натрий калий магний с помощью которых все что поступает в организм ощелачивается и вопрос откуда организм берет эти минералы давайте рассуждать кальций это кости зубы мышцы волосы почки в 1931 ученый потому что для того чтобы человек был здоров нужно просто поддерживать здоровый PH в организме человека так как человек состоит на 70% из воды и на 90% состоит из воды головной мозг то лучше сразу начать пить воду с правильным PH а не ждать когда приедет скорая помощь и реанимация и зальет вам натрий хлор внутривенно чтобы поднять вам PH следующий параметр это OVP окислительно восстановительный потенциал воды и он отвечает за время нашей жизни в простонародье говорят что есть живая вода и мертвая вода живая вода это та вода которая дает энергию и она имеет пакет